Более 500 рабочих мест предложили Актюбинсам на ярмарке вакансии. Это уже седьмая с начала года встреча потенциальных работодателей с соискателями. По итогам предыдущих трудоустроены 470 человек. Еще 10 получили микрокредиты и сегодня успешно развивают собственное дело. С начинающими предпринимателями встретилась Елена Устимович. Семейный бизнес Гульжамал Мамбетовой не совсем обычный. Она занимается разведением коз и из их молока производит 7 видов экологически чистых продуктов, которые пользуются высоким спросом среди покупателей. Я взяла в кредит полтора миллиона тенге. На эти деньги купили 15 коз молочной породы. В приплоде было 15 козлят. Козье молоко считается полезным для человеческого организма. Среди наших постоянных клиентов – мамы, которые готовят детские каши именно из этого продукта. Кроме молока покупают сметану, творог и многое другое. В прошлом году 47 жителей Актубе стали предпринимателями. С начала этого уже 10 получили кредиты и открыли небольшой собственный бизнес. Женщины чаще всего развивают сферу услуг, выращивают тепличные овощи, разводят домашних птиц. Ну а тем, у кого предпринимательской жилки нет, предлагают работу на предприятии. Вакансии предложили более 70 компаний. Жители города и гости города могут, во-первых, ознакомиться с состоянием рынка труда, изучить, какие есть вакансии, получить полную информацию о возможностях программы, государственных программ, в том числе программы продуктивной занятости населения. Более 500 вакансий мы сегодня уже представляем нашим жителям. С начала года – это уже седьмая ярмарка вакансий. Представители центра занятости отмечают, что работодатели весьма активны. Им требуются медики, учителя, строители и другие специалисты. Нужны сотрудники и воинские части Западного Казахстана. У нас набор сейчас идет в город Атрау, Ахтау, Бинил. В основном водители БЦДЕ категории. Заработные платы у нас стабильные. Обеспечит ли меня жильем в случае переезда в Бинил? Да, обеспечиваются квартиры. Если не будет квартирный, тогда ежемесячный консистент доплодится на каждого человека семьи военнослужащего. Здесь же на ярмарке безработные могут подать заявку на переобучение, а вчерашним выпускникам помогают определиться с местом прохождения молодежной практики. До конца года запланировано провести еще пять подобных ярмарок вакансий.